Spider-Man, 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 это игрушка, это еще и Nerf, Spider-Man, Hasbro выпускает, и тут еще, оказывается, машинка, это Spider-Man, мне прислали из Тойру, весь обзор будет такой, конечно же, нет, и здесь еще есть фигурка, да, не забывайте посмотреть в описании, и мне, правда, прислали из Тойру. Игровой набор от Hasbro и Nerf, Spider-Man, машинка, фигурка, стрелялка, ну вы поняли, комплектация, ну комплектация, я так решил сказать, это предупреждалочка, это инструкция, что тут, куда, и как, и когда, и зачем, и кому, и еще здесь есть фигурочка Человек-паука, есть здесь машинка Человек-паука, и стрелы Nerf, вот они. Набор сделан для того, чтобы забавненько с ним поиграться, поэтому здесь фигурка есть, но она такая игровая, хотя сделана неплохо, мы видим даже текстура и качество материалов, отличная такая резина, что ли. Мы видим торс выполнен, тоже хорошо, проработаны всякие различные элементы, ну образ Человека-паука из фильма, да или просто Человека-паука, можно даже не из фильма, не обязательно, передан, отлично. Фигурка подвижностью обладает небольшой, может лишь маршировать, а два, поднимать ножки вверх по одной, или там все вместе, но у него здесь задача немножко другая, потому что главное, что он должен здесь делать, это он должен здесь сидеть. Молодец. С ручками, с ручками, такая же история, тоже только вперед-назад, но можно дать что-нибудь в эти ручки, потому что крепление есть, букет цветов, лопату, веник, меч. Поротная голова, ну в смысле, она поворачивается, но еще и разворачивается, может оглядываться, а кто там сзади, получит чутье. Ну и в самом материал фигурки неплох, хорошая фигурка, такая тяжеленькая, много нормального такого материала использовано, хорошая доощупь, приятная, качественная, все с ней ок. Ну и в этом наборе есть две эксклюзивные, невероятные стрелушки нерф, они такие же, как были в наборе со стрелялкой Человека-паука, тоже от нерфа, ну вы помните, если не помните, посмотрите. Стрелы выполнены в уникальном дизайне, обмотаны паутиной, и такие есть только в этих наборах, для коллекционеров едят стрелы нерфа, кому-то, ну может быть. А еще здесь наконечники в виде паучьей какой-то паутины и символа, ну это совсем прям крутость, да? 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 Они, кстати, полностью совпадают по диаметру, размеру и полностью совместимы со бластерами нерфа и со стрелами нерфа, мы, конечно, не верим, проверим, но представляете, у вашего врага прилетела стрела с паутиной, он будет в шоке. Повержен только, считайте, из-за этого. И, конечно же, друзья мои, мы проверим сейчас и протестируем машинку со всех сторон, потому что это один из главных элементов этого набора, машинка Человека-паука. Дизайн машинки крутейший, такая бойцовская машинка, я не знаю, как правильно назвать, но мне кажется, она бойцовская. Если бы можно было назвать машину бойцовской, я бы назвал эту машину бойцовской, бойцовская, я назвал. Сразу бросаются в глаза колеса необычной формы с агрессивными такими дисками, такие бы диски, где бы такие настать? Не знаю, надо посмотреть, может, есть где-нибудь продаются, хочется мне такие, смотрите, прям вообще супер. Задние колеса больше, передние колеса меньше, имеют протектор, сделаны из пластика, твердые, плотные, такие хорошие колеса. Впереди красуется прекраснейший бампер, который защищает не только от ударов машинку, но и, по-моему, рубит капусту врагов. Очень агрессивно выглядит, но классно, брутально, так, мне нравится. По бокам крутые крылья, я не знаю, как это называть, воздухозаборники, не знаю, на самом деле это не воздухозаборники, это еще и кое-что пряталки, ну, вы увидите. И там тоже, видите, детализированы какие-то провода и всякое другое. С другой стороны, ну, вы догадались уже, что здесь пушка очевидна для стрел, очевидна, такая большая. Ну, я представляю, если врага полетит такой снаряд, это какая-то прям баллистическая ракета. Сзади же тоже детализированы у нас какие-то элементы, то ли технологические, то ли просто для красоты. Ну, человек-паук знает толк красоте. Прямо по центру располагается кабина, видимо, кабриолет, крыши нету, открытая. Такая вот у нас кабинка получилась. Не кабинка, кабина, внутри кресло. Удобное геймерское кресло, специальное, наверное, из дома притащил паучок. Машинки такой в фильме не было, но здесь очень удобное место, и ноги даже можно вытянуть, места тоже достаточно. Еще по бокам сделаны интересные такие поручни. То, что они, помогают залезать и вылезать человеку-пауку, или, знаете, как кроватки у ребенка, чтобы случайно не выкатился. Может и для этого, может и для этого. На днище этого автомобиля, да-да, находится детализация. Пусть и небольшая, но присутствуют какие-то штучки различные, все равно они есть. Зато машинка очень прочная. Вы знаете, такого качества пластика я встречал в основном в игрушках для самых маленьких. А вы знаете, они играют у Google Как. Так что это для подростков, но которые очень сурово играют в игрушки. То есть она, по идее, неубиваема. И вес машинки говорит о том, что пластик здесь хороший, качественный, его достаточно. Конечно же, вы прекрасно понимаете, что машинка ездит. Ездит она очень хорошо. Особенно круто крутятся диски. И это... Да, я опять хочу себе такие диски на свою машину. Машинка еще, к тому же, и красивая. Человек-паук с ней смотрится тоже прекрасно. И может такое, вы знаете, девчонок подвозить. С-скрытность. И делай раз, делай дваз. И легким движением руки Человек-паук размещается в кабине. А, ну еще и ручки нужно поднять. Делай два у нас обязательно. Ручками как раз. Ничего, не веник, естественно, не меч, а штурвал. Или, не знаю, что это такое. Рычаги управления даем ему. Да, и это сделано опять для прочности. Если перевернем машинку, он даже оттуда не вывалится. Человек-паук-каскадер. Вот просто на все руки мастер. Здорово. Это хорошо. А, да, может быть вы забыли. У нас же здесь есть функция. Функция машинки. И это связано со стрелом минерф, конечно. Сейчас мы будем это все тестировать, проверять, как это работает. Вот туда зарядим, да, вот сюда. Смело берем стрелу нерф, вставляем ее сюда. И что происходит? Опс, происходит то, что у нас, смотрите, еще раз решил вам показать. Пропадает вот такой язычок. О чем это говорит? Ну, чуть позже об этом скажу. И, естественно, есть пускатель. Надо же как-то его выстреливать. Он вот здесь. Берем, значит, стрелушку. Заряжаем ее. И вот до упора так вот делаем. И теперь у нас стрела там оказалась внутри. И мы можем при нажатии клавиши выстрелить. Наводим на врага. И ба-бац. Еще разочек. Вставляем стрелушку. Теперь до упора нажимаем. И теперь бабахаем в кого-нибудь. Стрелы мягкие, безопасно. Кто-то спросит, в чем прикол такой зарядки, что мы должны ее вот так до упора туда. И кто-то уже наверняка догадался. Это для того, чтобы мы могли спрятать этот элемент, пушку. Берем раз. Делай раз. Опять делай два. И готово. У нас теперь пушечка спрятана. Машинка выглядит практически одинаково с двух сторон. Только с одной стороны у нас пусто получилось. А с другой стороны что-то заныкано. Что? Пушка заныкано, естественно. Неожиданно подъезжаем к врагу. Выкидываем пушку с этого бока. И выстреливаем в кого-то мы захотим. Показываю еще раз. Не потому что, думаю, что вы не поняли. А потому что это просто прикольно. Раз. Два. Спрятали. Потом нужный момент. Раз. Два. Соткрыли. Она достаточно прочно держится. И нужно приложить усилие некое, но небольшое. Чтобы можно было пушку выкинуть. Так. Неожиданно врага и удивить, и поразить цель. Тест драйв. Уиииииии. Дверь. Домашняя игровая штуковина. Поэтому дальности стрельбы я от нее не жду. Но проверим, что у нас получится. Ммм. Сколько у нас метров пролетит? Ну, метра четыре, наверное. Такое. Такое же было и с бластером Человека-паука. С одним наручным. Примерная история такая же. Зато будет сбивать баночки замечательно. У меня просто нет этих врагов Человека-паука. Поэтому эти банки, они будут. Бах. Готово. Такой идиот. Такой. Эй, банки. Вы что делаете? Раз. Выстрелил. Потом. Ну, и сбил еще. К тому же. Еще эту машинку можно использовать как секретный нерфорушие Джеймса Бонда. Молодец. Все правильно сказал. Оторвали. Просто. Видите? Вот оторвали. Просто в ярости. И теперь защищаемся. Идем, идем, идем. Таки. Опа. И оторвали. На самом деле все регламентировано. И отрывается здесь специально. Причем разъединяется не только крыло. Но еще и отдельно отсоединяется вот эта штуковина. Чтобы можно было как-нибудь ее использовать. Вы как настоящий тайный агент нерф. Можете в рукаве спрятать эту штучку. И в какой-то самый-самый подходящий момент. Или неподходящий для противника. Поразить его. Если нужен вам такой карманный баластер нерф. Вот прям. То машинку можно оставить без него. Поставили дверь обратно. Теперь машинка выглядит с одной и с другой стороны. Ничего там не спрятано. Все ровно. Хотя спрятать конечно вот туда хочется что-нибудь. Только тсс. И конечно можно обратно поставить. Легко и просто. Все устанавливается. Не нужно ничего отвинчивать. Просто прищелкиваться. Защелкиваться. И обратно становится. Ну а конечно же мы не проверили. Стрелы нерф. Чуть не забыл я. Эти стрелы должны полностью соответствовать стрелам. Которые здесь. И поэтому стрелять можно и тем и этим. И этими там. И теми тут. Конечно же. А эт хорошо тем что стрелы имеют свойство теряться. А при наличии нерфа естественно всегда доступность в любом магазине. Таких стрел полно. Что я могу сказать по поводу эт машинки Человек-паука. Классная игровая машинка. В первую очередь ее нужно расценивать как игровую машинку. Для детей много функций. Мне нравится что совмещают функции и бластера и машинки и фигурки. То есть набор нормальный. Только ты стой дружище. Ладно посадим пока вместо тебя вот эту стрелушку. И я считаю что можно взять если нравится Человек-паук. Особенно для детей. В моем детстве таких штуковин навороченных не было. Было немножко все попроще. И я бы с удовольствием в это играл. Надеюсь и сегодняшние ребята тоже заценят. Пока-пока.